Так многие христиане просто никогда не понимали значимости говорения, важности того, чтобы говорить наполненные верой слова. Это Божий план, чтобы мы с вами действовали в победе в этой жизни посредством этого метода. Наполненные верой слова открывают дверь для изменяющей жизни силы Божьей. Присоединяйтесь к нашему гостю Кейту Муру, когда он будет изучать силу ваших слов. Сейчас на передаче «Победоносный голос верующего». Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кейт Мур. Я рад быть сегодня с вами, потому что мы обратимся к Слову Божьему в отношении веры и исповедания. Если вы такие же, как я, вы никогда не устаете слышать о вере. Знаете, иногда люди стонут, они говорят «О нет, мы снова будем говорить о вере и исповедании». Только не я. Если это работает в вашей жизни, вы тоже будете рады. Эти вещи полностью изменили мою жизнь. И чем больше я узнаю об этом, тем сильнее это работает в моей жизни. Поэтому взбодритесь. Если вы можете, возьмите свою Библию, возьмите свой конспект и ручку. Давайте приготовимся к тому, чтобы обращаться к Библии и изучать места Писания. И давайте верить в молитве и высвобождать веру, чтобы получить откровение и понимание. Если мы позволили чему-то ускользнуть, чтобы вернуть это. И если мы чего-то не видели, чтобы по-новому снова это увидеть. Давайте сейчас помолимся. Бог Отец, большое спасибо за великую возможность, за великую привилегию быть вместе в Твоем Духе и в Твоем присутствии и в Твоем Слове сегодня. Мы верим Тебе о точных словах. И я прошу Тебя за каждого, кто смотрит и слушает, чтобы их уши слышали, глаза видели, и сердце было открытым и восприимчивым. Пусть приходит содействие Духа. Пусть приходит откровение истины, которое освобождает. И по Твоей благодати мы не будем только лишь слушателями, но мы будем исполнителями Слова Божьего. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы снова обратились с нами к нашим местам Писания, которые мы рассматривали всю прошлую неделю. 11 глава Марка и 4 глава 2 Коринфянам. Откройте с нами 11 главу Евангелия от Марка и 4 главу 2 Коринфянам. В 11 главе Евангелия от Марка Иисус проговорил к смоковнице и сказал, «Да не вкушает никто от тебя плода вовек». И в тот момент, когда он к ней проговорил, снаружи не было видно никаких моментальных изменений. Но спустя несколько часов, когда они снова проходили мимо той смоковницы, Петр и другие отметили это и сказали, «Посмотри, смоковница, которой ты проговорил, которую ты проклял, она мертвая. Она засохла». И они увидели, что она засохла от корня. Сила Его слов начала работать в той сфере, в которой вы не могли видеть, и затем повлияла на ту сферу, в которой вы могли видеть. И Иисус использовал это как возможность, чтобы научить их. И в 23 стихе Он сказал, «Имейте веру Божью». В другом переводе Библии сказано, «Имейте Божий вид веры». Та вера, которая есть в нас, которая приходит от слышания Слова Господа, является мерой Его собственной веры. И мы действуем в этой вере точно так же, как Он действует в Своей собственной вере. Это другой уровень, но она работает по тем же принципам. И Он дает эти принципы в 23 стихе. «Истинно говорю вам, если кто скажет Горесией, «Поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет. Будет Ему все, что Он скажет». Опять-таки, заметьте, какой акцент Иисус сделал на говорении. Он сказал, «Если вы скажете горе, поднимись и ввергнись в море, не будете сомневаться в своем сердце, но будете верить, что то, что вы говорите, исполнится». Иисус сказал, «Вы будете иметь то, что вы говорите». Так или иначе, я знаю, что это просто враг пытается держать людей во тьме. Так многие христиане просто никогда не понимали значимости говорения, важности того, чтобы говорить, наполненные верой слова. Это Божий план, чтобы мы с вами действовали в победе, в этой жизни, посредством этого метода, посредством высвобождения веры из нашего сердца через наши слова. В 4-й главе 2-го послания к Коринфянам, откройте ее сейчас, 2-е Коринфянам, 4-я глава, и 13-й стих, здесь говорится, «Имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». «У нас есть тот же самый Дух Святой и тот же дух веры, который был у патриархов, тот же дух веры, который был у Моисея, когда он простер свой жезл на Красное море, и Бог разделил его, тот же дух веры, который был у Авраама, когда он посмотрел на небо, увидел звезды и поверил Богу, что так многочисленно будет семя его, тот же дух веры, который был у Давида, когда он вышел против Голиафа, тот же дух веры, который был у Даниила ворву со львами, так что пасти львов были закрыты, и он остался невредимым. Тот же дух веры, который пребывал на Петре, Павле и Аане, и на самом Господе Иисусе, этот дух веры, тот же дух веры, есть в нас и на нас с вами, как христианах, и вот как он работает. «Я веровал, и потому говорил». Он сказал, «И мы тоже веруем, потому и говорим». «Верить и говорить». «Говорить» — это действие номер один, чтобы высвобождать свою веру. В первую очередь, вы выражаете веру через свои слова. На прошлой неделе мы достаточно подробно поговорили о том, как послание к римлянам говорит, что мы можем править и царствовать в этой жизни посредством Христа Иисуса. И мы сказали, что цари правят и царствуют посредством своих слов. Царь сидит на троне и говорит, что он хочет, чтобы было сделано, и те, кто находится под ним, исполняют его слова и его желания. И знаете, когда мы с вами говорим наполненные верой слова, служебные духи, ангелы работают над тем, чтобы привести эти слова в исполнение. Когда мы говорим наполненные верой слова, Дух Святой может носиться, парить над этой ситуацией, как Он это сделал во время сотворения мира, когда Бог проговорил, и Дух начал действовать, и эти слова исполнились. 11 глава, «Послание к евреям». Я хочу, чтобы вы, если можете, открыли ее. «Послание к евреям», 11 глава. Это великая глава веры. Она начинается с того, что говорит о том, что такое вера, и затем приводит пример за примером таких людей, как Авель, Енох, Ной, Авраам и Сара. И этот список продолжается. Людей, которые приняли от Бога и совершили великие подвиги в вере. Но в самом начале, в третьем стихе, обратите внимание на этот стих, Евреям 11, 3. Там говорится, «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Я хочу еще раз медленно это прочитать. Послушайте. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим». уловите эту фразу. веки, миры, планеты, и все, что в них, солнечная система, вселенная, миры, все творение было устроено или сформировано словами, которые сказал Бог. мы понимаем, познаем, что это произошло по вере. И мы просто принимаем, что это произошло по вере. И я хочу, чтобы вы подумали сегодня о том, что как Бог устроил миры, веки, своими словами, так и мы устраиваем наш мир нашими словами. И мудрый человек будет формировать свое завтра хорошими словами сегодня. И когда мы будем разбирать некоторые детали, мы обратимся к книге притчей, и мы посвятим какое-то время тому, чтобы идти от стиха к стиху, смотря на то, что Слово Божье говорит о словах и об их влиянии и важности. Но просто поймите следующее, что тот мир, в котором мы живем сегодня, я говорю не об этой планете, а о нашей жизни, в которой мы живем сегодня, он был сформирован нашими вчерашними словами. И это не предположение или гипотеза, это факт. Это то, чему учит Писание. И если вы умный человек, что вы хотите, чтобы было завтра? Вы не будете говорить то, что вы переживали вчера. Вы не будете говорить то, что вы чувствуете и видите сегодня. Вы будете говорить, даже несмотря на то, что оно не выглядит и не кажется таковым. Вы будете говорить сегодня то, что вы хотите, чтобы было завтра. И вера в эти слова начнет формировать ваше будущее. И как я уже говорил, я имел привилегию несколько лет проработать в школе исцеления в служении доктора Кеннета Хейгена. И помню как-то раз, знаете, Господь действительно акцентировал мое внимание на некоторых этих вещах. И ко мне после служения исцеления подошел один молодой человек и сказал, «Брат Кейт, я хочу, чтобы вы помолились за меня, чтобы я был исцелен». И я спросил, «Хорошо, а в чем проблема?» Он ответил, «Мои слезные протоки не работают как надо. Я ходил от врача к врачу, мне делали анализ за анализом. И я не знаю, что не так, но мои слезные протоки не работают как надо. Мои глаза постоянно такие сухие, что мне приходится использовать глазные капли, и это просто надоедает. Иногда это даже больно. Мои слезные протоки не работают как надо. Я не понимаю, почему. Вы уже слышите, в чем проблема, так? Знаете, за пять минут разговора, он, наверное, раз двадцать сказал мне, «Мои слезные протоки не работают как надо». И, наконец, я имею в виду, что для меня это было настолько очевидно. Наконец, я спросил, «Как долго вы уже это говорите?» Он спросил, «Говорю, что?» Я сказал, «Что ваши слезные протоки не работают как надо». Он ответил, «Ну, практически столько же, сколько они не работают как надо». Я спросил, «Что ж, это не помогает вам. Вам не становится лучше, не так ли?» Он ответил, «Нет, нет, становится только хуже». Я сказал, «Давайте сделаем что-то другое». Вы говорили, что ваши слезные протоки не работают как надо, да и ваши слезные протоки не работают как надо, вместо того, чтобы соглашаться с тем, что вы чувствуете, давайте использовать свои слова, чтобы изменять это, формировать и направлять это. Помните, как сказал Иаков, «Если вы можете контролировать свои слова, вы можете управлять всем своим телом». Включает ли это и управление вашими слезными протоками? Конечно же да. И дальше Иаков приводит в пример удила во рту коня, приводит в пример руль корабля, как вы можете развернуть эту большую лошадь, как вы можете развернуть этот огромный корабль с помощью относительно маленьких удил и руля. И вы можете развернуть всю свою жизнь с помощью этого маленького языка. Вы можете развернуть работу какого-то органа или части тела. Вы можете своими словами развернуть ее на 180 градусов, если будете вкладывать в них веру и будете последовательными. Так что ухватитесь за это. И позвольте мне рассказать вам эту историю, как я научился тому, чему собираюсь делиться с вами. У меня был друг, у которого были большие трудности с одним членом семьи. И тот человек то грешил, то переставал грешить. Он не жил правильно, и у него в жизни была куча разных проблем. И с года в год. И они позвонили мне. Мы молились об этом много раз. И были времена, когда мы проводили с ними какое-то небольшое время в молитве, и они молились с хорошей молитвой. Они знали некоторые места Писания, и они молились с хорошей молитвой. Затем, иногда два или три дня спустя, или неделю спустя, они звонили мне и говорили, «Ну, знаешь, есть проблема, он не живет правильно, и я не знаю, что мы будем делать, и я не знаю, что с ним будет». И я поначалу этого не улавливал, но так продолжалось годами. И в один из дней я зашел в свой офис, сел, и я даже не думал об этих людях. У меня на столе лежали другие вещи, и я думал о другом. И Господь проговорил ко мне. Я не имею в виду, что услышал слышимый голос, но отчетливо внутри меня Он сказал, напомнив мне об этих людях, Он сказал, «Своими словами они разрушают свои молитвы». Я никогда не думал об этой фразе именно так. «Своими словами они разрушают свои молитвы». Понимаете, неважно, какой хорошей молитвой вы молитесь, и на основании скольких мест Писания вы молитесь, и как замечательно, и насколько вы увлечены своей молитвой. Если вы говорите, «Спасибо тебе, Господь, за то, что ты услышал нашу молитву, и спасибо тебе, Господь, мы верим, что получаем», а спустя два дня вы получаете негативную информацию об этой ситуации и начинаете говорить, «Ну, я не знаю, что мы будем делать. Я знаю, что мы молились, но, наверное, этого не происходит. Я не знаю, что мы будем делать». Вы своими устами просто разрушили все свои молитвы. И то же самое справедливо и с другой стороны. Вы можете делать хорошее исповедание. И вы можете говорить, «Я верю, что деньги приходят. Я верю, что мы будем иметь больше, чем достаточно. Мы оплатим все счета. Мы выплатим все долги». Вы можете делать хорошее исповедание, но когда проходит 2-3 дня, приходят какие-то щита, вы можете пасть на колени рядом с кроватью и начать умолять Бога. «О, Бог, пожалуйста, сделай для меня что-то!» Вы не верите тому, что вы говорили тремя днями раньше. Молитвой неверия вы просто разрушили свое исповедание. Наши слова должны согласовываться с нашими молитвами, и наши молитвы должны согласовываться с нашими словами. Если вы изучите, записанное в Евангелии от Марка 11, 23 и 24, вы увидите, что в 23 стихе Иисус сказал, «Если вы скажете и не будете сомневаться в сердце, но будете верить, что то, что вы говорите, исполняется, вы будете иметь то, что вы говорите». Речь не о молитве, а о говорении. И уже в 24 стихе речь о молитве Он сказал, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Иногда вы просто можете сказать что-то и даже не обязательно молиться об этом. И, конечно, иногда вы можете помолиться о чем-то и не обязательно пытаться делать какое-то исповедание в отношении этого. Вы помолились об этом. Но если же вы говорите что-то относительно этой молитвы, оно должно согласовываться с тем, о чем вы уже помолились. Если же вы молитесь о чем-то после того, как сделали исповедание, эта молитва должна согласовываться с тем исповеданием, которое вы уже сделали. Иначе своими устами вы будете разрушать свои молитвы. Или молитвами неверия вы будете разрушать хорошее исповедание. Я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели на это. Евреям 11 глава. Третий стих. Я прочитаю его еще раз. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим». Бог устроил все эти веки, все эти миры. Он устроил все творение своими словами. И он планирует, чтобы мы с вами устраивали свой мир своими словами. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы сейчас обратились в 4 главе послания к римлянам. Римлянам 4 глава. Мы немного говорили об этом на прошлой неделе. Здесь есть замечательный принцип и истина, которую вам нужно понять о вере. Послание к римлянам 4 глава, 17 стих. В 4 главе послания к римлянам, в 16 стихе, говорится о том, что Бог — это Бог веры. И Авраам — человек веры. И он является отцом всех, кто живет и действует по вере. Он — наш отец веры. И в 17 стихе говорится, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие». Ухватитесь сейчас за эту фразу. Бог животворит мертвых, и Господь Бог называет несуществующие, как существующие. Итак, он говорит об Аврааме, и о вере, и о Боге, Боге веры. Можно сказать это так. Вера называет несуществующие, как существующие. Вера уверена в исходе ситуации. Если вы по-прежнему думаете, чем это все закончится, будут ли счета оплачены или нет, буду ли я исцелен, все ли со мной будет хорошо, буду ли я жить или нет, если вы все еще колеблетесь насчет этого, вы не в вере. Вера знает наперед, каков будет итог. Вера говорит, «Не важно, что я вижу, что я чувствую, все счета будут оплачены». Вера говорит, «Не важно, что я чувствую, мое тело будет здоровым и сильным. Я переживу это, и я буду жить и не умру. Я проживу здесь полноту своих дней». Вера называет несуществующие, как существующие. И позвольте привести вам пример ошибок, которые допускают здесь люди. Иногда даже врачи и другие люди жаловались на проповедника веры, поскольку они считают, что это доставляет им проблемы. Люди, которые не понимают этого, пытаются практиковать это и делать это в негативном русле. Иногда люди идут к врачу, возможно, у них есть какие-то проблемы и боль. Врач обследует их, он надавливает и пальпирует, и он надавливает на больное место, и они вскрикают, «О, а!» И врач спрашивает, «Больно?» А они отвечают, «О, нет, во имя Иисуса у меня ничего не болит». И врач говорит, «Но вы только что согнулись пополам». «Нет, во имя Иисуса у меня ничего не болит». И врач пытается обследовать их, а те отказываются говорить, что у них где-то что-то болит. И продолжают говорить, «У меня ничего не болит, у меня ничего не болит». И врачи иногда жалуются и не соглашаются с так называемыми проповедниками веры насчет этих вещей, поскольку они говорят, «Это смешно». Библия в этом месте Писание не говорит, «Называйте существующее, как несуществующее». Она говорит, «Называйте несуществующее, как существующее». Кто-то спросит, «А какая разница?» Огромная разница. Разница между исповеданием веры и ложью, разница между исповеданием веры и притворством, когда вы прячете голову в песок и делаете вид, что этого нет. Я знаю людей, которые пытались так поступать в отношении своих счетов и запутывались. Они не оплачивали вовремя свои счета, и им звонили кредиторы. Во-первых, это уже неправильно. Если вы не оплатили вовремя свои счета, вам следовало позвонить им до того, как они начали звонить вам. Попытайтесь как-то решить это, сделайте то, что вы можете сделать. Но в том случае они этого не сделали, и начали звонить кредиторы. На столе скопилась куча счетов, и тот кредитор хотел узнать, когда вы мне заплатите? А люди в ответ, «Во имя Иисуса у меня нет никаких счетов» и клали трубку. Неудивительно, что люди считают некоторых людей веры глупыми и самонадеянными, поскольку это не то, что говорит Писание. Он не сказал ходить и говорить, «У меня нет никаких счетов». Задумайтесь над этим. Допустим, вы переживаете атаку в своем теле. Допустим, вы просыпаетесь ночью от боли. Если вы ходите взад и вперед по комнате и говорите, «У меня ничего не болит, у меня ничего не болит». «О! А! Во имя Иисуса у меня ничего не... О! Не болит! У меня ничего не болит!» Задумайтесь над этим. Называете ли вы несуществующее, как существующее? Нет. Боль есть. И вы называете что-то существующее, как несуществующее. И также задумайтесь над тем, что вы говорите. Задумайтесь над тем, что вы слышите. «У меня ничего не болит! У меня ничего не болит! У меня ничего не болит!» Вы слышите слово «болит!» Вы размышляете над болью. Нет. Это не то, что говорит Писание. Чтобы вы ходили и отрицали то, что вы чувствуете и видите. Нет. Он сказал, «Называйте несуществующее, как существующее. Если у меня что-то болит, если у меня есть симптомы, болезни и проблемы в моем теле, это существующее». Кто-то скажет, «Ну нет, это просто в вашем воображении». Нет. Это есть. Боль есть. Счета есть. Они не в вашем воображении. Они существуют. Они реальны. Что является несуществующим? Исцеление. Нет силы. Он сказал, «Называйте несуществующее, как существующее». Поэтому вместо того, чтобы ходить и говорить, «У меня ничего не болит», мы начинаем говорить, «Я называю свое тело здоровым». «Я называю свое тело сильным и крепким». И как царь в своей жизни у вас есть право издавать предписание и говорит, «Нет почки. Я называю вас здоровыми. Легкие я называю вас чистыми. Мышцы я называю вас сильными». Оно пока не так в естественном плане, но вы называете это таким. И сила веры через ваши слова работает над тем, чтобы устраивать это, формировать это, приводить это в такое состояние. Вы не говорите кредитору, «Во имя Иисуса у меня нет никаких счетов». Нет, вы разговариваете с Ним о том, как вы с Ним рассчитаетесь, и что вы намерены с Ним рассчитаться. И как только вы кладете трубку, вы говорите перед Господом, «Во имя Иисуса я называю каждый счет оплаченным». Я говорю, что деньги приходят на оплату каждого счета и выплату каждого долга. Я называю счета оплаченными, я называю долги выплаченными. Аллилуйя. Вы можете сказать «Аминь»? Вы понимаете это? Слава Богу. Скажите это твердо и решительно. «Я называю каждый счет оплаченным во имя Иисуса». Не уходите. Буквально через минуту я хочу вам сказать еще кое-что, что будет для вас полезным. Редактор субтитров А.Семкин Хвала Богу! Мы хотим предложить вам заказать для себя эту книгу. И также я призываю вас продолжать изучать важность ваших слов и исповедания. Сегодня вы слышали о том, насколько важно называть несуществующее, как существующее. Мы говорили об этом достаточно подробно. А также править и царствовать в этой жизни, как цари. Бог предназначил, чтобы мы правили и царствовали в вере и через наши слова. Возвращайтесь к этому снова и снова. Адрес миссии Кеннета Копленда сейчас на вашем экране. Поделитесь тем, что вы здесь услышали с другими людьми, которые, возможно, этого еще не слышали. И продолжайте называть несуществующее, как существующее. Это работает. Присылайте свои свидетельства или молитвенные просьбы. Спасибо за то, что присоединились ко мне сегодня. Присоединяйтесь завтра. Мы будем продолжать говорить о силе ваших слов и о том, насколько они важны. А пока Кейт Мур напоминает вам, что Иисус – Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok